Всем привет! Вчера вышел патч и много дополнений к шестой циве, поэтому вы слышите Алексея Халецкого с канала Лёша Играет, который вам расскажет, что же нового добавилось. О двух новых цивилизациях я рассказал в видео, которое появилось утром. Посмотрите его, пожалуйста, ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии я, пожалуй, добавлю. Теперь же, что нового непосредственно в игре? Во-первых, появился новый игровой режим, который называется... А, Великая Эпоха они это перевели, значит, Драматик Эйджис они все-таки перевели как Великая Эпоха. Ну что ж, вот, Великая Эпоха. Интересен он тем, что в нем отсутствуют героические века, нормальный век только в самой первой эпохе имеется, а дальше будут только либо темные, либо золотые. И когда наступает золотой век, теперь вы не выбираете какое-то улучшение, которое будет действовать весь этот век, а ставите карточки, как было в обычном режиме с темным веком. Вот видите, вот карточки золотого века. Причем вот эти три, исход евангелистов, вольнодумство и монументальность, есть и в обычном режиме, да? А вот Притерианская Гвардия и Государство Мандала это новые какие-то. Я не буду вот остановиться подробно на этих вот карточках разных. Возможно, причем они в каждую эпоху разные бывают. Имейте в виду, что они тоже изменяются постепенно. Но вот это действительно прикольное изменение. И действительно, мне кажется, это лучше ставить именно карточки, а не использовать улучшения, которые просто действуют во время золотого века или героического. Это правильнее. Правда, мне кажется, что все-таки эти карточки стоило бы позволять ставить в любой слот, а не только в универсальный. Потому что, ну, блин, это все-таки, знаете, такие золотые карточки, которые возможно использовать везде. Темные века тоже изменены. Да, там остались те самые политические курсы, которые дают и бонусы, и штрафы. Как пишут создатели, появились и некоторые другие курсы. Кроме того, вот это самое интересное, наступление темного века приведет к мгновенному бунту как минимум одного города. На уровне сложности божества будет теряться 40% городов. То есть, если у вас 5 городов, то 2 города как минимум точно отвалятся. То есть, если они станут вольными, вы знаете, как при лояльности. Но их влияние тоже возрастет в 5 раз. То есть, они не будут возвращаться к вам быстро, вам придется их захватывать обратно. Я думаю, что на божестве это точно может будет происходить не единожды. И вряд ли в первую эпоху вы сможете сразу выйти в золотой век. А если вы не входите в золотой век, значит, вы автоматически выходите в темный век. И у вас города будут отваливаться. Вот это прям хочется уже поиграть на божестве, чтобы страдать от всего этого дела. Я попытался вот сейчас загалов выйти в темный век. К сожалению, опять не получилось. Правда, это и не уровень сложности божество. Так что вот этот режим, мне кажется, интересен. И по ощущениям, пока я, правда, еще не сыграл полностью, но по ощущениям он даже, что ли, более правилен, чем те золотые темные героические века, которые есть в оригинальной цивилизации. Ну, буду дальше разбираться. Появляется новая карта Высокогорье. Вот я, наверное, сейчас играю. Ну, собственно, на ней просто очень много холмов. Даже не гор именно, а вот больше холмов. И такая карта, на самом деле, была в пятой циве. Я думаю, для разнообразия неплохо. Появилось два новых чуда. Во-первых, статуя Зевса в военной подготовке. Это чудо античности, получается. Можно построить только на ровном ландшафте рядом с военным лагерем, в котором уже есть казармы. При этом после постройки статуи вы получите трех лучников, трех копейщиков и таран. А также плюс 50% к производству антикавалерийских юнитов. Вот немножко странное чудо, потому что тремя лучниками и тремя копейщиками и тараном вот в это время довольно сложно кого-то захватить. То есть это скорее для цивилизаций, которые вот прямо идут в захват кого-нибудь рядом. Но само чудо все равно долго строится. Вот вы представьте, пока вы дойдете до военной подготовки, да, вы тратите культуру. Это мы смотрим нормальное дерево социальных политик, не рандомное. Пока доберетесь сюда, пока начнете строить, уже явно в средневековье выйдут. Если там человек совсем уже, знаете, совсем уже не так у него плохо все, то он к этому моменту может и в арбалеты выйти, пока то чудо построится, и в стриме. Но, конечно, вы тоже можете. То есть, соответственно, вы чудо достраиваете, получаете лучников, копейщиков и таран и апгрейдите их в более крутые юниты. Но это же все равно ресурсы нужны. И тем более, что антикавалерийские юниты не такие уж прям сильные для атаки кого-либо. Ну, надо опять же посмотреть будет, но тратить столько производства, ради интереса посчитаем, базовая стоимость 400, да. Теперь сколько три лучника и три копейщика стоят. То есть, считайте, конвертация производства чуда в производство юнита. Значит, три лучника по 60 это 180, три копейщика по 65 это 195. 180 плюс 95 это даже не 400 еще, представляете? Ну и таран, то есть, грубо говоря, стоимость юнита, вот таран еще, еще 65, ну, короче, где-то 440 в итоге, да. Получается, что вы за это же производство можете юниты и так построить. А это, напоминаю, их базовая стоимость, а вы можете карточку поставить и на 50% снизить их производство. То есть, эти же юниты, по идее, вы можете и так построить. Немножко странное, по-моему, все-таки странноватое чудо. Не знаю, может, я как-то не так считаю, поправьте меня в комментариях. Но выглядит как не самое лучшее вложение производства в этот момент. Ну да, там есть карточка, которая и ускорение чудес делает, но там всего лишь на 15% ускоряет строительство чудес, вот, на 15%. А ускорить юниты вы можете на 50%? Не знаю, не знаю. Второе чудо поинтереснее, но оно и очень далеко. Биосфера дает плюс 200% производства энергии у всех. Ну, тут перечислены электростанции, причем самое интересное, что солнечные электростанции не упомянуты, хотя в английской версии они есть. Грубо говоря, для всех улучшений производства энергии плюс 200%. Эта постройка и улучшение дают еще столько же туризма, сколько у них энергии, и плюс престиж. То есть, можно, во-первых, на улет, если вам вдруг не хватает электричества, хотя поздновато, честно говоря, в эпохе атома это уже практически конец. Хотя, ну, не, нормально. Ну, и на туризм, попробовать туризмом тоже победить. Ну, в общем, опять же, надо смотреть, как оно будет работать. Это так, предварительные только идеи. Необходимо соседство с пригородом и рядом с рекой можно размещать. Тут вообще, конечно, есть проблемы с переводом, потому что я вот в обзоре цивилизации говорил, что уникальный район, видите, написано, открывает, при постройке первого АПИДа открывается технология ученичества. Так, я вам хочу сказать, что это неправильный перевод, она ускоряется, а не открывается. То есть, я ее не открыл, а ускорил, а потом мне пришлось ее открывать. Просто иметь в виду, тоже неправильный перевод, тоже проблемы. Как и, собственно, не знаю, но это скорее не перевод, а, очевидно, что-то Ферактис не так сделали, потому что гесаты не бегают быстрее, чем те же воины. У них написано «повышенная скорость перемещения». Тем не менее, у них два очка перемещения, как у тех же воинов, все равно. Дальше непосредственно изменение в игре, в патче, в геймплее, в балансе, в интерфейсе. Изменена способность Грузии. Ну, не буду в это вдаваться подробно, потому что, если вы играете часто в Грузию, вам это интересно. А что более интересно, это то, что дополнительная еда для пастбищ перенесена из цивика исследования в технологию стремя. Так что имейте в виду, что теперь дополнительную еду можно, на самом деле, быстрее получить. Наконец-то поправили трудовую дисциплину. Помните, она давала столько же производства священным местам, сколько у них бонус соседства. Но, когда этот район кто-то грабил или ломал, то после его восстановления трудовая дисциплина не работала. Теперь это, слава богу, починено. Говорят, что улучшили размещение городов-государств. Теперь они выбирают более адекватные места для того, чтобы поставить свой город. Раньше, если вы захватывали лагерь варваров с помощью своих границ, то вы получали деньги, но не получали очки эпохи. Теперь очки эпохи дают и за захват вашими границами тоже. Важные изменения в искусственном интеллекте, ну, во-первых, опять же, что-то там сделали им лучше не уточняется. Но вот тут важно, что теперь искусственный интеллект будет чаще строить научные районы и здания в них. Как помните, в последние игры я говорил, что в какой-то момент такое ощущение, что компьютер останавливается в своем научном стремлении и больше не развивается. Вот это будет поправлено. Кроме того, искусственный болванчик теперь может торговать больше, чем одним копией ресурса. Кроме того, искусственный интеллект будет торговать последней копией ресурса, который у него есть, только если он находится в критической ситуации. Ну, имеется в виду, когда вот эти кризисы вылазят. Вот если искусственный интеллект в кризисе, тогда он будет торговать. В любом другом случае нет. Ну, а в остальном такие всякие косметические улучшения. Например, заменили город-государство Антиохия, теперь это Венеция. Ну, потому что Антиохия это город из Византии, само собой понятно. Мне понравился один из крашей, который был, оказывается, в игре. Игра вылетала, если строитель убирал замок вампиров. Вампиры были против того, чтобы их замок убирать. В общем, вот такие изменения. Новый режим. Выглядит интересно. Обязательно буду пробовать. Ну, а ваши впечатления? И если я что-то упустил, конечно же, дополняйте меня в комментариях. Спасибо и играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!